смотрите какие расклады две единицы используя на уже 1800 силы на флот мощи вернее мощи силы да так 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 дружественный флот я искренне надеюсь что вы так и останетесь дружественными чего это вы туда такую дальнюю системку наведались а мел бы тут потихоньку путешествует но а мел бы я только хотел сказать более скромное представительство 3000 чем-то это отнюдь не скромное представительство а вот еще один дружественный флот сеятели они решили в обе нашей системы причем с осадными соединениями обрушится хорошо что у нас есть там флот надеюсь что он помешает любым агрессивным действиям с их стороны так на вираке мы закрепились контролируем здесь территорию и и что давайте колонизируем его конечно же все вирак в нашем подчинении так что пусть выкусят эти сеятели кто бы то ни было кто претендовал на такую хорошую систему на самом-то деле три планеты не так уж и мало тем более когда на них есть например райские благовония красными обозначены негативные моменты в системе то есть коррозия почвы облучения эти две планеты имеют аномалии а по аномалиям насколько я помню по научной ветке развития по ветке развития освоения исследовательской у нас есть возможность их нейтрализовывать но пока мы доберемся еще какое-то время пройдет здесь же такая суровая постройка на и сойдет а почему бы нам не сосредоточиться на чем-то совсем другом например на том чтобы создать колонию еще а потом и линкорчик попробовать наконец-то ведь не зря же мы его клепали колония для колумбы линкор линкор для пиратов ли кто там решит повадиться может для сеять или может быть для автомата все что-то решили на наших системах тут по по задротствовать походить посмотреть чё к чему как где обстоят дела вот этот вот проигрыш музыки игры мне напоминает блин что же он не напоминает царскую какую-то мелодию которая то ли новостной мелодии то ли которая вот космоса касается вот не помню точно какой из них тот проигрыш не то что сейчас играет сейчас они немного уже в другой ушли ракурс я честно говоря в этих ладах разных музыки не разбираюсь но смысле в нотах тактах ну в общем могу услышать о чем и где поется струнами небес спущенными нам свыше так проходила жизнь людей освещаемая далекими звездами как говорится и мы получили свое распоряжение хорошие штуковины правда нужны они нам или нет это совсем другой вопрос но мы их получили о наконец-то мы на четвертом месте поздравляем мы теперь на четвертом месте я бы сказал что несмотря на то что мы в этом цикле не очень приблизились к тому чтобы уничтожить единую империю то есть еще три системы даже не знаю одну из них мы скорее всего захватим но не более попробовать рискнуть как вы думаете друзья попробовать рискнуть что-то очень странный момент девятьсот девяносто девять ходов так и остается не уменьшается хотя у нас есть штурмующие группы печалит это немного однако андромеда как перевалочный пункт тут дофига кого хочешь я не могу понять почему автоматы заблокировали у нас не освоенный счет много чего очень медленно развивается система андромеда хотя могла бы приносить гораздо больше смотрите 114 науки приносит но очень медленно развивается надо специализации хотя бы планетам присвоить да и по осваивать вообще их тоже в первую очередь колонизировать хотя бы потом уже присваивать специализацию позорно все-таки иметь периферийную систему настолько слабую и ненужную хотя в этом есть смысл чем меньше развиваешь периферийные миры тем меньше потеряешь если вдруг произойдет торжение врага на твоей территории так ладно хозяйственными делами мы сейчас уделили достаточно внимания эти все анализы это хорошо пираты потихоньку подбираются к никару надеюсь на следующем ходу будет какая-то такая серьезная глобальная драчка у них дофига там кораблей как обычно и кораблей уже совсем другого уровня но мы подготовились потихоньку там наш флот отстаивается выберем сейчас развитие ну и что будем играть по крупному или сосредоточимся а у нас есть совсем другое более важнее еще материал которого не хватает для наших улучшений сооружения тут и не один материал раз два три я так наблюдаю по этим фиолетовым иконочкам храм вечных обычный гражданин может загрузить свое сознание в центре общего связи понятно это пока нам не грозит однозначно плюс 40 процентов на звездная система а вот что нам еще надо это плюс ого да там много такой процентаж хороший был на тоннаж на корабль 4 материала еще необходимо открыть фиолетовых вот этих как они стратегические ресурсы называются так некоторые конечно же улучшения мне ни о чем не говорят особых каких-то я перспектив них не предвижу но тем не менее наверняка они не менее важны чем остальные и все же необходимо выбирать приоритеты так у нас плюс 200 пыли за каждый ход было бы неплохо подкопить если произойдет конфликт конфликту как можно больше еще получить свое распоряжение пыли что ж мы потихоньку приближаемся к лидерам и это больше всего меня радует из того что есть при этом еще есть и запас мы можем квадус 7 захватить вот эти вот системы 3 единой империи таким образом еще подняв количество наших очков наши производительные мощности да и вообще наши шансы на победу на выигрыш хотел бы еще раз пожалеть конечно же о том что две расы чистов там а вот оно пришло чисто автоматы можно было бы и побольше разнообразия но давайте же займемся насущными проблемами военными а жалости оставим слабакам так как с ними биться как обычно мы смогли восстановить эсминцы так что так что давайте выбирать разгон оружия атакующую такую тактику барьер всегда хорошо действует посередине так что я его и поставлю ну и в конце тоже барьер почему бы и нет и сейчас посмотрим что из этого всего получится насколько бы быстро снесем пиратов с лица космоса и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Окей, значит сеятели, 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 ребятки опасные. Может быть закрыть систему? Зачем они вообще здесь шастают? Еще не хватало, чтобы они где-то на Колумбе рассеяли себе жизнь. Это было бы очень-очень негативно. Ну что, мы попробуем. Сюда притащили все, что только возможно. Я искренне надеюсь, что получится 4500 мощи. Ну нифига себе, если уж Квадус не подчинится этому. Единственное, я не могу понять, 45 ходов до захвата. Хорошо. Значит, 880 защита системы, сила вторжения 979. То есть мы, по идее, должны выиграть. Прибыль плюс 2% за ход, статус вторжения. Но почему мы не можем произвести это вторжение? Вот этого я не понимаю. Хотя там силы были, но у нас не была открытая иконка вторжения. Что-то значит не так. Значит, мне кажется, то ли ошибка... Блин, я не знаю ответ на этот вопрос. То ли ошибка в том, что мы начали истребители ставить вместо штурмовых групп, которые не могут сразу же произвести вторжение. Ага, да, друзья, скорее всего в этом и отличие. Что истребители, они могут осаждать систему. Они не могут сразу же ее захватить. Ого! Ого-го! Сколько вас! Какие вы активные, ребятки! Да вы сейчас наводните, моей системы еще не хватало. Есть такой риск, что они вообще перемещаются для того, чтобы атаковать. Как-то уже не в одном направлении выбрали свое продвижение. Было бы очень-очень плохо, если мы такой сюрпризик получим, как раз, когда мы пытаемся выровнять шансы на победу. В любом случае, я с сеятелем не оставлю ни единого. Ого! Это мы так ходим отлично. Офигенно вообще. Нам надо несколько ходов, чтобы добраться до ближайшей системы. Да, печаль-беда. Так, 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 так. Ну все, по-моему, все ясно здесь, на этом ходу. Так что переходим к следующему, 74-му. И переходим, давайте еще немного в этом цикле к нашей теме все равно финансов. Ведь финансы, они, их не только можно взять с военки. Есть множество других вещей, которые гораздо грандиознее и интереснее. Понятно, ну вот, пример, я говорил с Олимпиадами, с разными, да, в России столько денег тратится на эти вещи. Инфраструктурные проекты вообще нужны. Они полезны, они дают дорабочие места, они дают другие вещи. Но, скажем так, космические объекты были бы намного круче. Вот представьте себе, просить все эти, сосредоточить все эти ресурсы. Хотя нет, это неправильно. Было бы спортивные мероприятия очень нужны, и так слишком ленивые люди. И так слишком много они внимания уделяют своему просиживанию штанов бесконечному. Так что спортивные мероприятия нужно популяризировать все больше и больше, чтобы эти Олимпиады становились популярнее и популярнее. Тогда, ну, другие сферы, пожалуй. Например, есть много денег, которые идут на различного рода исследования. В том числе исследования, там, океанических глубин, других вещей. И понятно, что в разной... Я вот говорю сейчас и думаю, мы, в принципе, должны продвигаться и в океан, и наверх, и везде должны продвигаться, и брать оттуда деньги неправильно. Единственное, куда идут, мне кажется, нерационально деньги, это вот это вот глобальное потепление. Слишком много тратится на эти исследования, слишком много на все эти нюансы. По той простой причине, что это все не так уж... Вы видели, как эти дипломатические отношения. Я впервые смотрел на таблицу, как они строятся. То есть, какие минусы идут, какие плюсы от всех этих моментов. Попытаюсь у Амёб снова же что-то выкупить. Правда, что не знаю. И выкупить за пыль, потому что у Амёб пыли очень мало. Может быть, она им пригодится существенно. О, красавцы, отлично. Получается, 450 пыли вполне себе мы можем потратить. Да, супер. И приобрели пару технологий. Заметили, автоматы воюют с Амёбами. Ого-го-го-го. Да, 12... 13 тысяч. Ой. Звери какие-то. Эти автоматы. Зато у меня ресурсов дофига. Роскоши, стратегических ресурсов. У меня всего по полной. Ну, правда, эти друзья, наверное, расходуют там где-то эффективно. А куда мне вложить их, я и не знаю. Повысим налоги. Пускай будет и у нас тоже больше пыли добавляется. Чего я должен оставать? Ну, правда, производство тогда уменьшится. А производство у нас... Так, хорошо. Этот договор очень полезный. И открытые границы за адаптацию колоний тоже полезны. Хотя я вроде бы говорил, что мы должны беречь соседей, защитить от них наши системы и постараться им помешать. Так вот, беру свои слова назад. Нет, в сфер, из которых можно вынять деньги и потратить их на космос. Они есть, конечно же. Это наркотрафик, это различные другие вещи. Но человечество есть человечество. Это просто утопично было бы думать, что кто-то будет эти деньги оттуда изымать и тратить на развитие. В любом случае, мы Колумбу захватили. Единственная планетка. Стоила она того или нет, но мы не можем никак позволить образоваться форпосту какой-то другой, иной цивилизации. Например, тех же Сеятелей. На... В непосредственной близости от нашей столицы. Это было бы самоубийство. Так что сфер, пожалуй, других нет, кроме военки. Да и военка, по сути, в какой-то мере себя оправдывает. Ну а так, в общем-то, если не касаться возвышенных идей и других вещей, просто должно быть все больше и больше неравнодушных людей, которые способствуют выведению любых капиталов на космические нужды. Любых. Начиная, я не знаю, там от какого-то несчастного одного рубля и заканчивая миллиардами. Если у кого-то что-то есть лишнее. Хорошо, что есть такие проекты в интернете, как Mars One, какие-то еще, которые вроде бы собирают краудрафтинговые. Ну то есть такие деньги свободные, привлекают пожертвования. Искренне есть такая надежда, что рано или поздно это действительно даст плоды. И было бы очень плохо, если бы подобные проекты элементарно были, как бы сказать, провалились. Это нанесло бы серьезный ущерб. Всей этой альтруистической волне в интернете. Сравнение, я думаю, уместное с различными играми, которые собирают деньги, а потом на них разработчики какую-то фигню запиливают, и все разочаровываются в этой фишке, и уже не хотят жертвовать. Да, да-да-да, Wassad получает свое распоряжение по максимуму тех ресурсов, которые нам способствуют. Я уже научился немного вычленять те, с которых мы не получим никакой пользы и толку, и сделать акцент на тех, которые нам помогут. Ну что, наконец, я могу вообще освоить этот квадус долбанный. В конце-то концов. 30 ходов ждать, чтобы его взять. Ну что за дебилизм? Ну блин, ну получается, да, штурмовые группы, они могли бы сразу же захватить планету, а это вся фигня, она нифига ее не захватывает. Ну, проблемка, помните какая, у штурмовых групп там вообще осадных мощностей мало. Мы бы эту полторы тысячи копили бы, не знаю, сколько флотов сюда надо было бы стянуть. Бред. Ну бред, ну реально бред, конечно, с этими осадами. Было бы гораздо интереснее побыстрее эти все дела делать. Слишком долго мы уже на этой единой империи зависаем. Раздражает она немного меня. Вот это вот единственная такая очень серьезная вещь, которая разрешает меня и в цивилизации, и здесь. Что осады эти длятся, блин, миллионами лет, фактически. Так, ладно, будем терпеть 30 ходов. Нет слов, конечно же. Может быть, что-то придется придумать. Наверное, новый тип корабля создать и попытаться хотя бы, чтобы на несколько флотов, собрать новый штурмовой флот, какой-то штурмовик 2 сделать и... И получить свое распоряжение уже, наконец-то, эти системы единой империи, которые мы так долго осаждаем. Что ж, стоит, наверное, уже подходить немного к итогу всего этого цикла. Пиратов разбомбили хорошо. Получили некоторое выгодное соглашение, которое помогли нам научные улучшения взять от других рас. Тоже хорошо, наши системы увеличились. То есть мы-то в Гидру себе присоединили из единой империи. К сожалению, не захватили ни одну из этих фишек. Получили свое распоряжение линкоры, от которых толку непонятно сколько. И вот я сейчас пытаюсь все это переиначить. Добавить дроп трупс. То есть те войска, которые штурмовые, которые непосредственно десант, могут высаживаться на планету и сразу же их захватывать. Ну а что? А как мне поступить? По-другому никак. Единственное там нумерус или элит. Это уже даже четвертый штурмовик будет, а отнюдь не второй. Мы обгрыживали же тоннаж, я совсем забыл. Ну асада в 100 очков меня никак не вдохновляет. Это вообще какая-то бредятина. Единственное, что осадные войска, наверное, считаются и с тем, и с тем. Поэтому нам достаточно буквально одного корабля для взятия планеты. А может быть нам надо полностью осадные очки, состоящие из этих штурмовых групп. Непонятно. Да, ну в любом случае ничего мы уже тут не поделаем. Так что ждем, когда прибудет первый штурмовый корабль нового класса. И тогда попробуем, насколько мы быстро возьмем системы Единой Империи. Все, насчет немного поговорили, хоть немного. Понятно, что я стараюсь равновесия достичь между разговорами об игре и разговорами о каких-то других отвлеченных темах о космосе. Ух ты, Advanced Max. Это мы, получается, роботов целые сбрасываем на планету, и они захватывают ее. Плюс 25% на натуральное. Так, 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 так. Это у нас 375. Вот что нам надо, кстати. Гипермагнетизм. Вот эта штука нам нужна обязательно. А тут плюс 175 здоровья на корабль. Так, ладно, у нас сейчас есть пока научное достижение, которое мы исследуем. В любом случае, заканчиваем уже цикл. Поздравляю нас с тем, что хоть какие-то достижения есть.